Книга. Третья. 13 июля. 16 июля. Раздел тридцатый. Из материала, который служба новостей АПЭКС опубликовала на первых полосах сразу нескольких изданий. Нью-Йорк Джорнал, Вашингтон Джорнал, Чикаго Пресс, Лос-Анджелес Пост, Денвер Трибюн и Майами Дейли Бриз. Бигфорд отказывается от президентства, ссылаясь на возраст и плохое здоровье. Вашингтон. 14 июля. Служба новостей АПЭКС. На прошедшей этим утром в Белом доме драматичной пресс-конференции бледный и взволнованный президент Бигфорд заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента Демократической партии. «Мне уже 71 год, и по состоянию здоровья я просто не могу это сделать», — сказал президент, которому до сих пор не вернулась четкость речи, утраченная из-за паралича Белла несколько недель назад. «Нашему народу нужен молодой и энергичный лидер, способный повести нацию в новый век», — заявил он, продолжив затем сдавленным голосом. «Я потерял дорогого друга. Мы все потеряли близкого человека. Я был бы очень рад продолжить его политический курс, такой важный и человечный, но, к сожалению, реальность диктует обратное». Это ошеломляющее заявление было сделано всего лишь через день после ужасного самоубийства президента Адамсона и принесения присяги новым президентам, и за одну неделю до съезда партии в Новом Орлеане. Оно оставило демократов фактически беспроверенного, признанного нацией кандидата, способного соперничать с сенатором Уолтером Чалмерсом, предположительным кандидатом от республиканцев. Лидеры демократической партии оказались захваченными врасплох. Едва новость стала распространяться в правительственных кругах, вся работа в обеих палатах Конгресса прекратилась. Главные законодатели страны высказались по поводу сложившейся ситуации быстро и откровенно. «Правительство этой страны в полном смятении», — признал известный своими либеральными взглядами сенатор из Флориды Уоллес Мун, давний недруг Чалмерса, предлагая встать на колени и молиться. Отголоски заявления президента Бигфорда незамедлительно отразились на Уолл-стрит, где индекс Доу-Джонса опустился после конференции сразу на 541 пункт. Более резкое падение за один день наблюдалось всего лишь раз за всю историю существования этого индекса. Вне сомнения, он упал бы еще ниже, если бы вчера Нью-Йоркская фондовая биржа не закрылась на два часа раньше обычного, чтобы прекратить поспешную распродажу акций в связи с угрозой снижения курса. «Аналитики с Уолл-стрит абсолютно уверены, что знают причину подобной реакции финансовых рынков. Сейчас мы оказались в непредсказуемой политической ситуации», — заявил Зик Халперн, старший вице-президент крупнейшей брокерской компании Мэрил Линч. И это, несомненно, отпугивает инвесторов как мелких, так и крупных. Финансовые рынки за рубежом также пошатнулись. Индекс Никкей на токийской фондовой бирже упал на 12% после выступления президента, а индекс курсов ценных бумаг на лондонской опустился на 8%. Сенатор Чалмерс отреагировал на сложившуюся ситуацию крайне сдержанно. «Друзья, именно поэтому у нас в Америке и существует двухпартийная система», — сказал он, пытаясь успокоить одновременно и избирателей, и мировые фондовые рынки. «Не только для свободного и стимулирующего обмена мнениями, но и для упорядоченной передачи власти. Сейчас тяжелое время, время печали, но мы восторжествуем». Президент Бигфорд, который отказывается отвечать на вопросы журналистов, не назвал никого, кто мог бы стать кандидатом от партии. Однако, по мнению одного из чиновников высшего эшелона власти, сомнительно, что за такой короткий срок вдруг появится кто-нибудь, кто сумеет сравниться с президентом Бигфордом в популярности у рядовых избирателей. Они считают его опытным и надежным руководителем с устоявшейся позицией по поводу таких социальных проблем, как легализация абортов, здравоохранение, образование и социальное страхование. Для этих самых избирателей он представляет собой достойную альтернативу сенатору Чалмерсу, ярому противнику абортов, а также контроля над продажей и применением оружия, ратующему за то, чтобы социальное страхование перешло в частные руки к 2010 году. Недавний опрос общественного мнения, проведенный совместно с службой новостей АПЭКС и Вашингтон Джорнал, показал, что президент Бигфорд обходит сенатора Чалмерса с небольшим преимуществом 46% против 42%. Разница оказалась меньше, чем предрекали ученые мужи сразу же после самоубийства Тома Адамсона. И причиной этого, по-видимому, служит страх, который испытывает нации и отсутствие информации о болезни президента Бигфорда. Решающие 12% не определились с выбором. По сообщению официального представителя Белого дома Александра Уитфилда, президент Бигфорд провел утро с вдовой покойного президента Адамсона, обсуждая церемонию похорон. Пока неизвестно, будет ли она проведена в соответствии с существующим официальным протоколом, так как ни один из президентов Соединенных Штатов не совершал самоубийства, находясь у власти. Соответствующего протокола просто нет. В связи с характером смерти президента возник также вопрос о возможности запрета на церковные похороны. Белый дом отказался от комментариев по поводу того, обращались ли в Ватикан за консультацией, но, как заявили в Вашингтонском соборе святого Стефана, учение церкви не препятствует проведению панихиды в храме. За последние десять лет учение претерпело значительные изменения, признала сестра Люсиль Фариат. Сейчас верят в то, что только Бог судья тому, кто решил лишить себя жизни. А дело церкви не осуждать, а служить. — С этой минуты мы сами создаем правила церемонии, — признал руководитель аппарата Белого дома. Миссис Адамсон, проконсультировавшись с президентом и представителями духовенства, продумывает достойный, подобающий случаю ритуал. Она очень хочет исполнить волю избирателей. Лично я считаю, что бы она ни предприняла, это будет правильным. Телефонные звонки и телеграммы с выражением соболезнования со всех концов света продолжают поступать в Белый дом, в котором миссис Адамсон останется, по словам президента Бикфорда, до тех пор, пока сочтет нужным. Сам он в ближайшем будущем не собирается переезжать из официальной резиденции вице-президента Блэр Хаус. На утренней пресс-конференции президент Бикфорд не сообщил ничего нового о самоубийстве президента Адамсона. Доверенные лица покойного президента настаивают, что не замечали никаких признаков того, что он чрезмерно встревожен или подавлен. Глава аппарата Белого дома Тейлор Чеппин признал, что за пару минут до того, как застрелится в овальном кабинете, президент Адамсон присутствовал на заседании кабинета и выглядел озабоченным. В то же время Чеппин настаивает, что в этом не было ничего необычного. «Господи, мы ведь говорим о президенте Соединенных Штатов», — сказал Чеппин. «У такого человека и забот немало». Президент Бикфорд, которого четырежды избирали сенатором от Огайо, всегда считался политическим наставником президента Адамсона. Он впервые встретился с подающим надеждой молодым человеком в своем офисе, где тот, будучи студентом юридического факультета Гарвардского университета, проходил летнюю стажировку. Именно сенатор Бикфорд посоветовал юному Тому Адамсону вернуться в родной штат Миссисипи и поступить на службу, помог пройти долгий путь от законодательного собрания штата до губернаторского кресла и в конечном счете снискать поддержку партии в президентской гонке. Известно, что президент Бикфорд испытывал отеческие чувства к покойному президенту Адамсону, выросшему без отца. Доверенные лица сообщают, что он безутешен и весьма обеспокоен состоянием собственного здоровья. Помимо прочих симптомов, паралич Белла проявляется в повышенном слюноотделении, из-за чего президент был вынужден постоянно промакивать уголок рта сложенным белым платком во время пресс-конференции. Как сообщил невропатолог военно-морского госпиталя Бетесты, доктор Дэвид Каминский, который занимается лечением президента, паралич Белла, называемый также невритом лицевого нерва, представляет собой паралич мышц с одной стороны лица, вызванный воспалением лицевого нерва. Точные причины его возникновения неизвестны, хотя считается, что стресс входит в их число. Обычно подобное состояние является временным. Среди симптомов наблюдается характерное искривление одной стороны лица, сопровождаемое опущением уголка рта и невозможностью закрыть глаз. Боль в ухе, невнятная речь, нарушение слюноотделения – обычное проявление. В настоящее время президент принимает оральные кортикостероидные препараты для снятия воспаления, а также анальгетики. Доктор Каминский категорически отвергает предположение о микроинсульте, высказанное в начале, когда симптомы болезни президента проявились впервые. По утверждению доктора Каминский, паралич Белла – чрезвычайно неприятное заболевание, особенно для тех, кто находится на виду у общественности, но оно не угрожает жизни и обычно полностью излечивается за 2-4 месяца. Если не считать этого, президент Бигфорд находится в прекрасной физической форме для своего возраста. До недавних пор он каждый день плавал по часу. Однако некоторое время назад из-за болезни Бигфорд объявил, что собирается оставить пост вице-президента, чтобы освободить дорогу для более молодого кандидата, который сможет лучше противостоять трудностям предстоящих президентских выборов, а также перекинуть мост в будущее партии. Из статьи, которую служба новостей АПЭКС опубликовала на первых полосах сразу нескольких изданий «Нью-Йорк Геральт», «Вашингтон Джорнал», «Чикаго Пресс», «Лос-Анджелес Пост», «Денвер Трибюн» и «Майами Дейли Брист». Проведенный опрос показал, что народ поддерживает первую леди. Вашингтон. 14 июля. Служба новостей АПЭКС. Новый опрос общественного мнения, проведенный совместно с службой новостей АПЭКС и «Вашингтон Джорнал», среди пяти тысяч зарегистрированных избирателей по всей стране показал, что большинство представителей обеих партий хотят, чтобы в следующем году она продолжила работу мужа в Белом доме, выдвинув свою кандидатуру на пост президента. Согласно данным опроса, в целом 82% избирателей одобряют бывшую первую леди. Как предполагаемый соперник республиканца Уолтера Чалмерса от Демократической партии на декабрьских президентских выборах, миссис Адамсон также получила убедительное преимущество. 52% против 37%, набранных сенатором. Это преимущество оказалось даже выше 10% голосов, набранных ее покойным мужем в результате опроса, проведенного за некоторое время до его смерти, и намного превосходит результат президента Бигфорда. Вероятность погрешности при подсчете результатов опроса составляет плюс-минус 3%. «Перед вами не что иное, как проявление сочувствия», — заявил координатор избирательной компании Чалмерса Прайс Стингли, комментируя ошеломляющие результаты. «Свойственная американским людям доброта и порядочность во всем размахе. Поверьте, когда придет время действовать, избиратели проголосуют не промокшими от слез платками, а бумажниками. Кроме того, сколько бы ни лицемерили насчет равноправия полов, руль должна держать сильная рука, а не бархатная перчатка». Однако данные опросы противоречат его заявлению. На вопрос, будут ли возражать против избрания женщины президентом, только 18% избирателей ответили утвердительно. 52% сказали, что нет, 30% не имеют определенного мнения. То, что она женщина, не имеет никакого значения, парировала Элоиза Мэрион, исследователь общественного мнения о демократической партии. Маргарет Тэтчер успешно правила Британией на протяжении нескольких лет, и нашу страну может и будет возглавлять женщина. Полученные результаты яснее ясно говорят о том, что Уолтер Чалмерс отпугивает людей. Избирателям больше нравится программа президента Адамсона, и они чувствуют себя гораздо лучше с Лиззи. Наибольшей популярностью миссис Адамсон пользуются среди избирателей женщин, набрав 68% голосов против 22. 10% не определились в своих предпочтениях. Ошеломляющую поддержку вдове покойного президента оказали также афроамериканские избиратели, 74% против 20, при 6% колеблющихся. Количество молодых и пожилых избирателей, отдавших голоса за миссис Адамсон, примерно одинаково. Даже среди белых республиканцев мужского пола, составляющих основной костяк сторонников Чалмерса, миссис Адамсон больше популярна, чем ее покойный муж, уступая сенатору из Вайоминга соотношением 58% голосов против 34. Согласно проведенному ранее опросу, президент Адамсон набрал 32% голосов так называемых «средних американцев», а сенатор Чалмерс — 59. Участники опроса упоминали проникновенную речь миссис Адамсон после смерти супруга и ее неустанное внимание к социальным проблемам и путям их решений. Они также отмечали ее человечность и личностную целостность. Удивительно, но всего лишь 11% избирателей-демократов признали, что хотели бы видеть во главе партии другого человека. Миссис Адамсон, которая в настоящее время остается в Белом доме, ведя уединенный образ жизни, пока не изъявляет желания участвовать в президентской гонке, даже если демократическая партия выдвинет ее кандидатуру. Как сказал один из сотрудников Белого дома, она овдовела, а люди, по-видимому, забывают, что сейчас она хочет скорбеть по покойному мужу, а не рваться к власти. Если бы Элизабет Адамсон решила принять участие в выборах, то стала бы первой женщиной в истории Соединенных Штатов, ставшей кандидатом от крупнейшей политической партии в борьбе за президентское кресло. В ответ на все вопросы председатель Национального комитета демократической партии Мигель Родригес продолжает утверждать, что демократы выдвинут сильного кандидата, способного противостоять консерватору Чалмерсу. Однако налицо все признаки того, что если миссис Адамсон не возьмет бразды правления в свои руки, перспективы партии весьма туманны, и предстоящие на следующей неделе внутри партийные выборы станут, по словам одного из сотрудников Белого дома, просто мышиной возней. Элизабет Адамсон никогда не была обычной первой леди, которую интересует только светская жизнь. Выпускница юридического факультета университета Дьюка, одного из самых уважаемых учебных заведений в Америке, она не раз откровенно выражала свое мнение по поводу таких неоднозначных политических проблем, как государственное медицинское обслуживание для бедных или использование противопехотных мин армии США. Элизабет Адамсон председательствовала на международных саммитах по вопросам глобального потепления и планирования семьи, написала три книги бестселлера. Сотрудники Белого дома утверждают, что она была самым доверенным советником президента Адамсона и выразителем его идей. Если миссис Адамсон все же решится принять участие в президентской гонке, ее выдвижение оживит пылкую и порой довольно враждебную полемику между ней и сенатором Чалмерсом. Однажды он охарактеризовал Элизабет как воинствующую феминистку, которая сжигает бюстгалтеры и братается с деревьями. В ответ она назвала его ставленником крайне правых и динозавром, который стремится увезти Америку назад в девятнадцатый век, а не вперед в двадцать первый. Раздел тридцать первый. Тринадцатый кардинал испытывал страшные мучения. О, Господи, какая боль, какая ужасная пульсирующая боль, не говоря уже об унизительной невозможности совершить простой физиологический акт мочеиспускания. Кардинал О'Брайен хорошо знал эти симптомы, и в том, что он так себя чувствует, не приходится винить никого, кроме себя. Ему давно уже нельзя столько пить из-за аденомы простаты. И уж, конечно, ему не следовало пить наравне с отцом Патриком, который словно пытался залить бушующий внутри огонь. Но кардинал О'Брайен поступил именно так. Почти неделю назад он всю ночь напролет глушил виски Бушмиллс, полируя пивом, на пару с молодым клириком, пытаясь успокоить его измученную душу. И вот уже несколько дней кардинал мучается сам, испытывая ужас при одной мысли о том, что завтра утром уролог засунет ему в прямую кишку огромную руку, а потом вставит в уретру катетер, чтобы опорожнить мочевой пузырь. — О, унижение преклонного возраста! — думал кардинал, которому через две недели должно было исполниться семьдесят три. — О, потеря достоинства! И все-таки он поступил так, как считал правильным. Отец Патрик позвонил ему из припаркованной у реки потомак машины, истерически всхлипывая и не связанно, бормоча в трубку мобильного телефона. Отец О'Брайен почувствовал, что не исключена возможность самоубийства. Отец Патрик учился у кардинала О'Брайена несколько лет назад. Яркий, необыкновенно способный человек, которого постигло величайшее несчастье. Его любимая сестра погибла по вине пьяного водителя. Тогда отец Патрик усомнился в существовании самого Господа Бога, напомнив кардиналу строку из послания апостола Иакова. Сомневающийся, подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Кардинал наставлял молодого священника, молился вместе с ним, а еще сказал отцу Патрику, что тот может звонить ему, если понадобится. Вот отец Патрик и позвонил. Ему было необходимо встретиться с кардиналом О'Брайеном. Ни медля, ни минуты кардинал проехал сорок миль от Балтимора до Вашингтона, забрал молодого священника и привез его в свою личную резиденцию, дом архиепископа, пятиэтажное здание в неоклассическом стиле, которое соединялось с базиликой Крытым Переходом, выходящим на Норд-Чарльз-Стрит. Двое священнослужителей просидели в кабинете кардинала большую часть ночи, выпивая и разговаривая. Отец Патрик испытывал сильнейшее душевное страдание. Его руки тряслись, а зубы клацали. Время от времени он судорожно всхлипывал, рыдания сотрясали все его тело, бедняга он не мог даже сказать кардиналу, что его так мучило. Они говорили о политике церкви, о любимой бейсбольной команде кардинала, о том, хватит ли им подающих, но не о том, что терзало отца Патрика. Он так и не смог признаться. Отец Патрик сказал только, что не смеет обременять подобным знаниям кардиналам. Утром кардинал позвонил отцу Тадеушу из приюта святой Катерины в Дымных горах и сообщил, что туда собирается отец Патрик. Затем вручил молодому священнику ключи от своей машины и отправил его в приют. Отец Патрик умолял Абрайана никому не говорить, что он был здесь. Кто бы ни приехал и не стал задавать вопросы, он сказал, пожалуйста, поверьте мне. Кардинал успокоил молодого священника, сказав, что верит ему и сохранит тайну. И сдержал слово. Хотя в тот же день ему позвонили из полиции Вашингтона, чтобы узнать, известно ли ему о местонахождении отца Патрика. Вечером, за крабовыми котлетами и отварным молодым картофелем, кардинал счел необходимым посмотреть новости по телевизору. Новости были плохими и становились только хуже. На прошлой неделе средства массовой информации сообщили о серийном убийце, честолюбивом, несостоявшемся писателе, который все еще находился на свободе. «Ужасно», — подумал кардинал, «что только делает разочарование со способными творческими молодыми людьми». Об исчезновении отца Патрика тоже упомянули. Власти считали его пропавшим без вести и подозревали, что имело место преступление. Теперь, конечно, основной новостью стало самоубийство президента Адамсона и последовавшая за ним политическая неразбериха. «Трагедия», — подумал кардинал. «Какая ужасная трагедия!» Он знал покойного. Не слишком хорошо, но достаточно. Провел две-три службы для президента, бывал на приемах. Адамсон был умным человеком, и его явно что-то беспокоило. Впрочем, очень часто одно сопутствует другому. Кардинал сам порой мечтал быть не учителем, а учеником. Не ведущим, а ведомым. Обрайен вдруг вспомнил, как они с отцом Патриком живо обсуждали эту тему примерно год назад. Говорили о президенте, о нагрузках, которые он испытывает каждый день. Отец Патрик тоже был с ним знаком. Несколько раз исповедовал. Кардинал однажды выступил в роли духовного советника. Великая скорбь тихо пробормотал кардинал и для умерших, и для живущих. Было около полуночи. Шелестел теплый летний дождь. Где-то вдалеке громыхал гром, и сверкала молния, становясь все ближе и ближе. Как обычно, прежде чем отойти ко сну, кардинал прошел в базилику, слегка сгорбившись от боли в паху. Отцу Абрайену нравилось бывать в храме перед тем, как лечь спать. Там, между простых, облицованных гранитом стен, под огромным куполом, возвышающимся над головой, он испытывал непередаваемое чувство благодушия и умиротворения. Тишина церкви успокаивала кардинала. Базилика Успения Пресвятой Девы Марии, расположившаяся напротив библиотеки Пратта, на другой стороне кафедральной улицы, стала самым первым католическим собором, когда-либо построенным в Соединенных Штатах. Ее строительство началось в 1806 году. Архитектор собора, Бенджамин Латроп, был автором Капитолия США. Кардинал О'Брайен, уроженец Филадельфии, служил здесь с 1987 года и за долгие годы успел привязаться к Балтимору. Этот город обладал неистребимой жаждой жизни и чувством юмора. Любил свое прошлое и с надеждой смотрел в будущее. И, конечно, ни один другой город не мог похвастаться рестораном «Старая устричная обрики», из которого доставляли лучших в мире крабов с твердым панцирем прямо к дверям кардинальской резиденции. Кардинал О'Брайен был тринадцатым кардиналом в этой епархии и, по утверждению управляющего рыбным рестораном, с самым большим любителем вкусно поесть. На арке над алтарем Пресвятой Девы в алтарной части храма висела Беретта, кардинала Джеймса Гиббонса, умершего в 1921 году. Она останется там, пока не рассыплется в прах под воздействием времени. А после того, как он, кардинал О'Брайен, отойдет в мир иной, его головной убор тоже повесят сюда. Священнослужитель постоял немного, сцепив руки за спиной и задумчиво глядя на Беретту. Вдруг неподалеку раздался шорох. Кардинал с удивлением понял, что он не один. У стены в полумраке притаился юноша, одетый в черный плащ. Поднятый воротник закрывал часть лица, но не глаза. Глаза юноши были широко распахнуты от страха. — Уже поздно, сын мой, — мягко произнес кардинал, шагнув к незнакомцу. Молодой человек сильнее вжался в стену. Испуганный, он напоминал одного из тех бродячих котов, которых каждую осень впускали сюда, чтобы уменьшить популяцию грызунок. Юношу била дрожь. — Как ты сюда попал? — спросил кардинал. Снаружи пророкотал раскат грома, и за толстых каменных стен храма он показался далеким и приглушенным. — Я спрятался! — едва слышно прошелестел голос незнакомца. — Я прячусь уже много часов. — Мне необходимо поговорить с вами, святой отец. — Обязательно! Молния сверкнула прямо над головой, ярко блеснув сквозь витражные окна. На какой-то миг она высветила лицо юноши, словно раскаленный луч солнца. Красивое лицо, высокий гладкий лоб, тонкие черты, мягкий чувственный рот, очень юное лицо, еще не знающее бритвы. — Он был здесь! — заикаясь, пробормотал паренек. — Я знаю! Он был здесь! — Кто был здесь, сын мой? — Отец Патрик! Вы ведь видели его, да? Кардинал О'Брайен на миг застыл, услышав имя своего страдающего друга. — Что тебе нужно? — настороженно произнес он, и, когда юноша промолчал, добавил ласково, но твердо «Расскажи мне!» Вместо ответа он услышал только грохот грома. Его эхо отдалось под ногами кардинала. — Пожалуйста, не здесь! — прошептал юноша, отчаянно моргая. — Тогда где? — Я хочу покаяться в своих грехах! — Я должен! — Примите мою исповедь! — взмолился он. — Это ваш долг! Вы должны меня выслушать! — Разумеется, — сказал кардинал. — Конечно, я исповедую тебя! Они вошли в кабинку из полированного розового дерева. Кардинал О'Брайен сел, поморщившись от боли, крепко сжал колени и стал ждать. — Простите меня, святой отец, ибо я согрешил! — начал юный грешник шепотом. Его шепот перерос в страдальческий вопль. — Он сказал вам, святой отец! — Отец Патрик признался вам! Кардинал О'Брайен замешкался с ответом. — Я знаю, что он испытывал страшную муку. Похоже, как и ты. — Я! Его мука, святой отец! Кардинал замер в тревожном молчании. Он пытался сохранить спокойствие, но ход разговора ему совсем не нравился. — Я был служкой, — выдавил юноша, у отца Патрика, и мы любим друг друга. Всем сердцем сильно и страстно. Кардинал хотел сглотнуть, но у него пересохло во рту. Горькая, противная желчь подступила к горлу, а низ живота словно опалила огнем. — Скандал! Только этого не хватает сейчас католической церкви, когда вокруг и без того немало скептиков. Сколько уже было перешептываний и критики, а сколько вреда нанесено. Огромное количество хороших, честных, молодых людей не хочет посвящать себя религии. И в самом деле в Америке сейчас на треть меньше приходских священников, чем поколение назад. Многие из них вынуждены обслуживать по две-три общины сразу, сложив облачение в чемодан и переезжая от прихода к приходу, как бродячие торговцы. И все из-за одного или нескольких отщепенцев, которые не смогли справиться с искушением, которым, по правде говоря, вообще не следовало принимать сан. И именно об этих негодяях трубят на всех углах. А вовсе не о сотнях и сотнях священнослужителей, которые самоотверженно и без устали трудятся во славу Господа и во благо своих общин. Неужели и отец Патрик поддался соблазну? В это так трудно поверить! И все-таки, что вызвало такое неподдельное страдание той ночью? Отец О'Брайан решил, что видит сомнение и страх. Но, возможно, в глазах друга таились вина и стыд. Откашлившись, кардинал спросил, «И вы отдались этой страсти?» «Я встал на колени у его ног и проглотил его семя. Отец!» — пробормотал юноша, всхлипывая. «А потом опустился на четвереньки, и он овладел мной сзади!» У кардинала закружилась голова. В груди закипел гнев на отца Патрика. Но нужно было узнать остальное. И это... Все было взаимным? Господи, да! Давай не будем вмешивать сюда Бога! Оборвал его кардинал. «Сколько тебе было лет, когда... Когда начались ваши отношения?» На миг паренек замолчал. «Это так важно?» «Боюсь, что да». «Мне было тринадцать, святой отец». Кардинал поперхнулся. «Господи, помоги мне!» «Пожалуйста, помоги!» Юноша вновь заговорил. Отец Убрайан изо всех сил пытался сосредоточиться на его словах. «А теперь мои родители все узнали. Они хотят обратиться к властям. Мой отец очень влиятельный человек. У него связи в средствах массовой информации. Он устроит такой скандал!» Ужас кардинала не знал границ. Что может быть хуже? Он помог скрыться человеку, повинному в сексуальном преступлении. Помог ему сбежать в Северную Каролину. И солгал полиции, как это будет выглядеть. А как это может выглядеть? Срежиссированное церковью укрывательство? Не меньше. «Помогите мне, святой отец!» Взмолился юноша. «Пожалуйста, помогите! Мы любим друг друга, правда? И мы нужны друг другу. У меня есть деньги и паспорт. Мы сможем начать все сначала где-нибудь далеко отсюда. В Амстердаме, например. Мы должны быть вместе, иначе...» Парнишка сбился и замолчал, тяжело дыша. «Иначе я даже не знаю, что произойдет! Я должен его увидеть! Святой отец, пожалуйста, отведите меня к нему!» «Не могу», — пробормотал испуганный кардинал. «Не могу я!» «Отослал его!» «Куда?» — настойчиво потребовал юноша. Кардинал, ошеломленный услышанным, почувствовал, как заметались его мысли. Он погиб. Вся карьера разрушена. «Наверняка его попросят сложить с себя сам. Попросту вышвырнут вон после долгих лет службы. И куда ему идти? Что делать? Как мог отец Патрик так поступить? Солгать? Воспользоваться его добротой и сбежать в Северную Каролину?» «Что?» «Что такое?» Наконец ответил священник, словно пробудившись ото сна. «Где это место в Северной Каролине?» «Господи! Неужели он произнес эти слова вслух? Что с ним такое? Как он мог только что выдать убежище отца Патрика? Не иначе, как из-за боли. Он не может ясно мыслить». Неожиданно кардинал О'Брайан почувствовал себя стариком. «Куда я пойду? Что буду делать?» «Приют?» — спросил юноша. «Приют святой Катерины?» «Неужели он и это произнес вслух?» «Нет, точно не произносил. Боль пронзила все его тело. Как и прежде. Она началась в паху, но теперь отец О'Брайан чувствовал ее в груди». «Откуда ты знаешь о приюте?» — с трудом спросил кардинал. «Я знаю все про отца Патрика», — сообщил юноша. На этот раз его голос звучал по-другому, не так испуганно. «Я хочу, чтобы ты сейчас же ушел», — сказал кардинал, очередной приступ боли снова скрутил его. «Пожалуйста, уходи». «Непременно, святой отец. Но вначале я должен убедиться, что никто не узнает о нашем разговоре». Кардинал вскинул голову и потряс ею, чтобы вернуть ясность мышления. «Да как вы смеете такое говорить, молодой человек?» — возмутился он. «Это тайна исповеди. Я правая рука господа. А я левая», — сказал преследователь, выстрелив престарелому кардиналу прямо в лоб. Какое-то мгновение, падая на пол церкви, отец О'Брайан ощущал новую, ни с чем не сравнимую боль. А потом тринадцатый кардинал совсем перестал чувствовать. Раздел тридцать второй Карл вглядывался в непроглядную темень сельской ночи, ведя машину по узкому ухабистому проселку от лачуги одноглазой мамочки обратно в Уоррен. Аманда сидела рядом, погрузившись в мрачное тревожное молчание. После стольких дней тряски в Субару, маленькой, словно консервная банка, Сабурбан Пэйтона казался роскошным домом на колесах. Кондиционер работал безотказно, амортизаторы тоже и зажигание. Ко всему этому нужно было привыкнуть. В бардачке лежал заряженный Магнум 357, и к этому тоже нужно было привыкнуть. Вряд ли Пэйтону пригодится когда-либо его огромный джип, поэтому Карл и Аманда бросили украденный старый разбитый пикап, забрав себе внедорожник. Таков закон джунглей. Теперь они жили именно по этому закону, а джунгли становились все гуще и гуще. Из обнаруженных в бардачке документов на машину, молодые люди узнали, что автомобиль зарегистрирован на фирму управления недвижимостью Астера, располагавшуюся на Амстердам-авеню в Нью-Йорке. Эта же компания управляла домом, где жил Карл. Каждый месяц он платил за квартиру именно недвижимости Астера. Когда-то Карл верил в совпадение, но только не сейчас. Не похоже, чтобы это было совпадением. Гренвилл не знал, что это и к чему приведет. Однако последняя неделя многому его научила. Поэтому Карл мысленно добавил новую информацию к уже имеющимся сведениям, а затем вновь обратился к тому, что следовало делать здесь и сейчас. Нужно было незамеченными вернуться в город и проникнуть в кабинет Олдермина Геллера. Мамочка взяла на себя заботу о теле Лютера и о крохотном скелетике младенца Гедеона. — Вы двое ни о чем не беспокойтесь, — заверила она их после того, как убедила, что молодые люди до отвала наелись тушеных свиных отбивных, бобов, макарон с сыром, маринованных листьев горчицы и пирога с пекановыми орехами. — Мамочка всегда заботится о том, что надо сделать. — Верно, — подумал Карл. Сколько бы лет не отпустила ему судьба, он никогда не забудет, как эта маленькая хрупкая старушка хладнокровно пристрелила Пейтона. Суровость и жестокость этого мира закалили ее за долгие годы жизни, дали внутреннюю силу, непостижимую для Карла. Нечасто ему доводилось встречать людей, которых хотелось узнать лучше, научиться у них чему-нибудь новому. Одноглазая мамочка была из их числа. Короткая главная улица Уоррена уже давно спала, офисы и магазины темные и тихие опустили, в нескольких домах на одной стороне светились редкие окна, кое-где мерцали включенные телевизоры, но в основном маленький городок в дельте реки мирно отошел ко сну. На пустынной дороге не было других машин. Карл обогнул красное кирпичное здание ратуши, чтобы заехать на парковку, и выключил мотор. Едва они вышли из машины, как на них волной накатила влажная духота. Здесь явно ощущался запах реки, неприятный и затхлый. Гренвилл услышал, как где-то залаяла собака, издалека доносился шум проходящего товарника. Аманда возилась с ключами покойного Олдермена, пока, наконец, ей не удалось найти тот, который отпирал заднюю дверь. Молодые люди вошли внутрь, закрыли дверь и зажгли свет. Одноглазая мамочка сказала им, что даже если кто-нибудь пройдет мимо, то подумает, что лютор заработался допоздна. С ним часто такое случалось. Карл и Аманда очутились в кладовке, набитой офисными принадлежностями. Одна дверь вела в туалет, другая — в коридор. По нему они дошли до кабинета Лютера, того самого, где все стены были увешаны портретами Гарри Вагнера. Вид рисунков Олдермена настолько ошеломил Карла, что он больше никуда не смотрел. Аманда наметанным глазом журналиста сразу заметила компьютер. Он не стоял на столе Лютера, очень аккуратном столе, где каждому карандашу было отведено свое место, а все бумаги были аккуратно разложены по папкам. Компьютер находился на столе в углу комнаты, под доской для объявлений. На доске висели написанные от руки объявления. «Пожалуйста, не забудьте выключить устройство. Пожалуйста, никакой еды или напитков». Ниже висел листок бумаги, где сотрудники отмечали время, на которое хотели бы зарезервировать компьютер. Латуана Брисби из канцелярии собиралась работать завтра утром с девяти до десяти часов. Еще там был список тех, кто хотел освоить компьютер. Олдермен Геллер сам проводил занятия каждый вторник. На следующую неделю записались трое. Он был хорошим человеком, — выдавил Карл, глядя на объявление, — и не заслужил смерти. «Никто из людей не заслуживает смерти», — сказала Аманда. «По крайней мере, такой». Карл ничего не ответил. Просто вспомнил, как болели ребра от пинков Пейтона. Вспомнил животную радость, с которой этот сукин сын наносил удары, а также собственное удовлетворение при виде тела, упавшего в яму и оставшегося там. И подумал. Некоторые люди заслуживают смерти. Однозначно. Аманда села к компьютеру, включила его, перевела взгляд на коды доступа в интернет, аккуратно отпечатанные на узкой полоске, прилепленной к монитору. «Комната новостей сейчас, наверное, на ушах стоит», — сказала она, вводя адрес. «Самоубийство президента просто уму непостижимо. Рай для любителей быть в гуще событий». «Извини, что из-за меня ты пропустила все самое интересное», — произнес Карл, стоя сзади и нежно гладя ее волосы. Аманда взяла его за руку и крепко сжала. «Насколько я помню, здесь тоже было нескучно», — ответила девушка. «Ага, отлично. Вот и она». Ее пальцы запорхали над клавиатурой, и почти сразу сообщение было отправлено. «Привет, подруга. Что нового?» Шаниза не замедлила с ответом. «Один влиятельный белый по имени Том. Взял, да и застрелился. А в остальном ничего особенного. Обычный день. А как у тебя?» «Хочу пообщаться с тобой, лапочка». Подавшись вперед, Карл внимательно всматривался в экран, ожидая ответа этой необычайно продвинутой хакерши. «У меня для тебя две новости. Во-первых, я расшифровала вышеупомянутую татуировку Биен Веню. Обыскала все, что можно, но само слово ни к чему не привело. Стала пробовать разные штуки и обнаружила, что это просто буквенно-цифровой шифр. Каждой букве алфавита соответствует определенная цифра. А означает один, буква З — двадцать шесть. Он его усложнил, перевернув наоборот. Буква В обозначается не двойкой, а числом двадцать пять, ну и так далее. По твоим словам, он собирался рвать когти из страны, так что я отталкиваюсь от этого. Когда сбегаю так далеко, обычно замешаны деньги. В общем, это номер счета в офшорном банке на Каймановых островах. Современный эквивалент вклада в старом добром швейцарском банке. Счет открыли четыре дня назад. Я проверила и узнала, что на него перевели пять миллионов долларов. Нехило, да? — Похоже, Гарри организовал для себя небольшой пенсионный фонд на случай, если отойдет отдел, — проговорил Карл. Только оказалось, что кто-то понимает выражение «отойти отдел» несколько иначе, — добавила Аманда. — Черт! — вырвалось у Карла. — Что же он такое знал? — Слишком много, — ответила девушка. — Все. Кто нанял тебя, кто стоит за всем этим? Его знания оценили в пять миллионов долларов. Их глаза встретились, и пальцы Аманды вновь забарабанили по клавишам. Ответ Шанизе последовал почти сразу. — Подруга, ты меня недооцениваешь. Я уже начала выяснять, откуда и от кого пришли баксы. Решила, что пытливым умам это будет не безинтересно. Ладно, ладно. Раз уж ты этим занимаешься, узнай заодно, кто финансирует управление недвижимостью Астера, которое находится на Амстердам-авеню в Нью-Йорке. А что там за вторая новость? Выкладывай. Получила очень странное сообщение. И поверь, до сих пор не начала журналистское расследование только потому, что обязана тебе жизнью. Решила дать тебе двадцать четыре часа. Четырнадцать уже прошли. И что там говорилось? — Перенаправляй его тебе. Береги себя, подруга. И передай привет мистеру парень, что надо. Надеюсь, он тебя достойен. Аманда не стала отвечать, и Карл слегка тряхнул ее за плечо. — Тебе не кажется, что нужно ответить? Ну, что-нибудь типа «конечно достоин» или «он чертовски хорош». — Эй, командир, не видишь, я получаю сообщение, — сказала Аманда, напустив на себя сосредоточенный вид. — Это что тебе, радиопередатчик? С каких пор нельзя получать и передавать сообщение одновременно? Слушай, заткнись, а? Вот оно. Погрузившись в сосредоточенное молчание, они прочли письмо вместе. Число. Тринадцатое июля. Среда. Семь тридцать четыре утра по восточному поясному времени. От фанат хат собака.аом.ком Тема «Это не розыгрыш. Кому?» Сперимен собака.gjournal.com Уважаемая мисс Сперимен, вы не представляете, с каким огромным интересом я просматриваю новости онлайн все время, что нахожусь здесь. Вышло так, что я прочитал трогательную статью, посвященную вашему редактору и подруге Аманде Мэйс. Я долго колебался, прежде чем обратиться к вам. По всей видимости, вы искренний и порядочный человек, истинная христианка. Мне необходимо довериться кому-нибудь, и я выбрал вас. Возможно, вы подумаете, что я сумасшедший или чудак. Уверяю, это совсем не так. Может, я заблуждаюсь, и то, чем хочу с вами поделиться, не более чем плод воображения. Но, прошу, поверьте мне, это очень серьезно. Я в большой опасности. Ваша подруга и ее спутник Карл Гренвилл тоже. Если вы не знаете, где они сейчас, пожалуйста, не обращайте внимания на это письмо. Не пытайтесь найти меня или связаться со мной. Я исчезну. Но если вдруг, случайно, вам известно, как отыскать мисс Мэйс и мистера Гренвилла, необходимо срочно сообщить им о моем письме. У меня имеются все основания полагать, что смерть президента Адамсона произошла в результате опасного политического заговора в самых верхах. В его самоубийстве скрыто гораздо больше, чем кто-либо может себе представить в настоящее время. Я даже не уверен, правильно ли называть его смерть самоубийством. Возможно, она не что иное, как убийство. Но обсуждение этой темы придется отложить до лучших времен. К сожалению, сейчас мы не можем позволить себе роскошь все спокойно обдумать. Недавно я узнал нечто весьма тревожище. Я не могу рассказать вам, что именно, потому что вынужден хранить тайну исповеди. Могу только повторить, что мне необходимо связаться с Карлом Гренвиллом. В своей статье вы упомянули, что его нанимают написать за кого-то политические мемуары. Неожиданно убивают известного нью-йоркского редактора Мэгги Петерсон. И Гренвилла тут же обвиняет в этом преступлении. Он сбегает в Вашингтон, чтобы обратиться за помощью к журналистке Мисс Мэйс. Почти сразу же ее дом уничтожают, а поблизости находят тело убитого агента ФБР. И снова виновным оказывается Карл Гренвилл, молодой талантливый автор, звезда баскетбольной лиги престижных университетов, многообещающий юноша без криминального прошлого. Вы не считаете это странным? Поверьте, если бы Вы знали все, что известно мне, то непременно сочли бы. Я слишком много знаю. Думаю, Карлу Гренвиллу и Вашей подруге Аманде Мэйс тоже известно немало. Именно поэтому на Гренвилла объявлена охота. Его нельзя оставлять в живых. Он слишком для кого-то опасен и может разрушить чьи-то замыслы. Если я встречусь с Вашими друзьями, то смогу им помочь, а они помогут мне. Может, еще удастся избежать той ужасной участи, которая нам уготована. Возможно, еще не слишком поздно. Прошу Вас, если Вы поддерживаете с ними связь, сообщите, что я нахожусь в приюте святой Катерины Генуэзской, который находится рядом с местечком Пейнт-Гэп в горах неподалеку от Ашвилла, штат Северная Каролина. Там я пробуду всего лишь день. Мне нельзя долго оставаться в одном месте. Я должен найти ответ. Если же Ваши друзья не поверят, пожалуйста, сообщите им, что я знаю о книге, которую писал Гренвилл, и мне известно про Гидеона. Если ни одно из этих утверждений для них ничего не значит, тогда не обращайте внимания на это письмо. И немедленно удалите его из памяти компьютера мисс Перримен. Оставлять его там небезопасно. Небезопасно для меня, Ваших друзей, а может, даже для Вас. Спасибо за внимание. Искренне Ваш отец Патрик Дженнингс. Аманда долго смотрела на монитор компьютера. — Это тот самый пропавший священник из собора святого Стефана, — произнесла она, наконец, чуть слышно. Его машину нашли брошенной у Потамака. — Он знает, — сказал Карл, крепко сжав Аманду за плечи. — Точно знает, что происходит. — Но как? — спросила Аманда. — А как священники узнают личные тайны? — О, Господи! — медленно проговорила девушка. — Он исповедался. Она повернулась к Карлу, пристально посмотрела ему в глаза. — Адамсом исповедался. И что нам теперь делать? — Полагаю, — с расстановкой ответил Карл, — нужно последовать инструкциям Лютера и выключить компьютер. — А потом? — А потом на всей скорости поспешим в Пейнтгэп, Северная Каролина. — Было всего лишь четыре часа утра, когда реактивный самолет «Челленджер» снизился, а потом совершил мягкую посадку в Ашвиллском аэропорту, располагающемся в южном пригороде живописного старого курортного города в штате Северная Каролина. Преследователь изменился за полчаса до того, как колеса коснулись взлетно-посадочной полосы. Это было нетрудно. Смена физического облика, одежды, прически, внешности не вызывала у преследователя никаких трудностей. Благодаря специальным накладкам можно визуально добавить или убавить вес, можно покрасить, уложить по-другому или подстричь волосы. Осанку изменить проще простого. Форменную одежду легко купить и весьма эффективно использовать. Люди склонны доверять человеку в форме, неважно какой, полицейской, военной или службы экспресс-доставки. Подражать чужим голосам преследователь тоже умел, причем с самого детства. Внешность он менял с необыкновенной легкостью. Находясь в компании, мог встать, выйти в другую комнату с зеркалом, провести там минут пятнадцать, вернуться и продолжить разговор неузнанным. Правда, особо гордиться тут нечем, считал он. Просто полезный навык, не более. Вот преобразиться внутренне — совсем иное дело. Это гораздо сложнее. Стать другим человеком, действовать и мыслить по-другому. Совершенно иначе чувствовать — это уже не навык, скорее искусство, талант. По мнению преследователя, особый дар, частью которого является умение понимать людей и себя самого. Быть не только человеком, которым хочешь стать, но и тем, кого хотят видеть другие. Преследователь давно осознал, люди видят то, что им хочется. А верят в то, во что хотят верить. Особенно если влюблены, если дело касается их Бога или в преддверии смерти. Очень важное осознание, учитывая профессию преследователя. Итак, снова преобразившись, он сошел по трапу самолета в предрассветную прохладу дымных гор, двигаясь чуть скованно в непривычной одежде. Довольно тесной, особенно у горла. Зато в эффективности этому облачению не откажешь, — решил преследователь. В такой ранний час в аэропорту народу было немного, всего лишь несколько человек, но те, кто видел преследователя, обращались к нему с почтением. Пожилой носильщик, стоявший у кромки поля, даже коснулся кончиками пальцев фуражки и спросил, не может ли он чем-либо помочь. С доброй улыбкой преследователь отказался от предложения. В том, что улыбка добрая, преследователь нисколько не сомневался. Не зря он потратил несколько минут, тренируясь перед зеркалом, когда переодевался в туалете самолета. Взятый на прокат автомобиль, белый седан Тойота Селика, ждал преследователя на кратковременной парковке, не запертой, с ключами под передним сиденьем. Люди лорда Агмона сделали все как нужно. Один из плюсов работы на этого человека. Вторым плюсом была безукоризненная служба сбора информации. Когда преследователь сел на борт самолета в Оксфорде, штат Миссисипи, ему дали папку с подробным жизнеописанием отца Патрика Дженнингса, списком его самых доверенных друзей, и, что важнее всего, распечатку телефонных разговоров священника, сделанных в течение 24 часов перед его исчезновением. С именами и адресами всех, кому он звонил по мобильному телефону. Оказалось, что лорда Агмона весьма интересует компания сотовой связи, которая предоставляла услуги священнику. Впрочем, англичанин интересовала деятельность почти всех подобных компаний, за исключением одной, которая уже принадлежала ему. Дальше дело было за преследователем. Именно он сделал ставку на кардинала О'Брайена. Никто иной, как преследователь, дал пилоту инструкции лететь в аэропорт города Балтимора. И именно преследователь узнал, что кардинал любит заходить в базилику перед тем, как отправиться спать. Очень испуганный и очень миловидный молодой священник по имени Отец Гэри сообщил об этом преследователю в конфиденциальной беседе. Его тело найдут позже, в шести метрах от трупа кардинала. В правой безжизненной руке юноши будет зажат пистолет, из которого убили отца О'Брайена, из которого преследователь выпустил пулю в рот отца Гэри. Вскрытие покажет, что выстрел произведен с очень близкого расстояния, скорее всего, самим священником. Также выяснится, что перед смертью у отца Гэри произошла эякуляция. Следы его спермы найдут на языке и губах кардинала, а также на ладони и пальцах правой руки. Несколько лобковых волос юноши обнаружат прилипшими к рукаву одежды отца О'Брайена. Преследователь смиренно веровал, что Бог кроется в мелочах. Происшествия сочтут убийством с последующим самоубийством. Преследователь был в этом уверен, так как уже использовал подобную технику два года назад, чтобы убрать несговорчивого судью из Федерального кассационного суда в Сент-Луисе. Лорд Агмон полагал, что судья ведет себя неразумно. Какое-то дело связано с антимонопольным законодательством. Преследователь уже не помнил подробности, впрочем, они никогда особо его не заботили. Он сел в арендованную Тойоту, отодвинул водительское кресло назад, чтобы было просторнее ногам, и включил в салоне свет. Потратив пару минут на изучение карты местных дорог, преследователь завел мотор, вывел белую машину из аэропорта на 26-е шоссе и направился на север, к известной своей красотой дороге, которая проходила по голубому хребту, петляя вокруг горы Митчелл и заканчиваясь в местечке Пейнт-Гэп. Им потребовался всего час, чтобы добраться до Мемфиса по 61-му шоссе и еще пять долгих часов езды на восток по 40-му темной безлунной ночью, прежде чем они доехали до Ноксвилла. К счастью, в числе всех мыслимых и немыслимых наворотов в Сабурбане было антирадарное устройство, весьма кстати, ведь если бы машину остановили за превышение скорости, им бы пришлось несладко. Впрочем, если бы остановили по другой причине, было бы не легче. Один раз они задержались на заправочной станции неподалеку от Нашвилла, чтобы наполнить не совсем бездонный бензобак Сабурбана бензином, а желудки гамбургерами и кофе. У Ноксвилла 40-ое шоссе резко повернуло на юг, к Северной Каролине, до Ашвилла, родины Томаса Вулфа и огромного особняка Вандербильтов Билтмор, оставалось еще около часа. Благодаря тому, что машин было немного, а Карл изо всей силы давил на педаль газа, они добрались до города около пяти утра. Сонный молодой продавец в круглосуточном магазинчике рассказал Аманде, как проехать к Пейнт-Гэп. Перед самым рассветом они, наконец, оказались на горной дороге, ведущей туда. От подъема на гору Митчелл, самую большую гору на востоке Соединенных Штатов, высотой в 2037 метров, у Карла и Аманды захватило дух. Живописная дорога то шла вверх, то спускалась в глубокие ущелья, заросшие Лавром, Азалией, Миртом и Рододендроном. Далеко внизу, там, где струились бурные потоки, в воздухе еще висел утренний туман. Краснохвостый конюк медленно кружил над туманом в поисках завтрака. Аманда отключила кондиционер и подняла дверные стекла. Горный воздух был прохладным, чистым и приятно сухим после душной влажности дельты Миссисипи. Он пах свежей сосновой хвоей. «Наверное, это самое красивое место из всех, которое я видела», — благоговейно прошептала Аманда. «Вот бы сюда вернуться и прожить целый год». «Я бы к тебе присоединился», — сказал Карл с улыбкой. Вдруг резкая пронзительная трель разорвала тишину рассвета, уничтожив возникшее ощущение безопасности и уединения. Она прозвучала так неожиданно, что какое-то мгновение Карл не мог понять, откуда доносится звонок. Звонил мобильный телефон Сабурбана, настойчиво требуя ответа. Карл посмотрел на него, не веря своим глазам. Аманда тоже уставилась на мобильник, словно никогда в жизни не слышала подобного шума. Никто из них не сделал попытки снять тропку с подставки. Заливистая трель прозвучала еще раз. Молодые люди обменялись взглядом. Раздался третий звонок. Карл протянул руку и схватил маленькую черную трубку. Открыл крышку большим пальцем, чтобы ответить. Его сердце бешено колотилось, когда он подносил телефон к уху. Карл сглотнул, почувствовав, как внезапно пересохло в горле. И ответил, да, работа закончена, требовательно спросил голос на другом конце линии. Мужской голос, нетерпеливый, самодовольный и с выраженным британским акцентом. От этого голоса у Карла по спине побежали мурашки. Это он. Наконец-то Карл мог говорить с демоном, который стоял за всеми смертями и разрушал чужие жизни, с тем, кто был повинен во всем происходящем. — У меня очень мало времени, — продолжил голос теперь с упреком. — Почему вы не доложили? Мне необходимо знать, мертвы они или нет. Карла охватил гнев. Вены на шее вздулись, и он сжал телефон с такой силой, что казалось, вот-вот раздавит. Когда он заговорил, то с трудом узнал свой собственный голос. Столько в нем было сдержанной ярости. — Человека, к которому вы обращаетесь, здесь нет, — произнес он. — Боюсь, дозвониться туда, где он сейчас, будет очень непросто. Какое-то время на том конце не отвечали. Раздавалось только тяжелое хриплое дыхание. Затем Карл услышал, — Черт возьми, это ведь вы, не так ли? Вы обошли беднягу Пейтона. Мда... А вы, мой мальчик, оказывается, гораздо изобретательнее, чем я предполагал. — Давайте-ка кое-что проясним, — процедил Карл сквозь зубы. Я не ваш мальчик. — Жаль, что мы не встретились при других обстоятельствах, Карл. Так трудно найти умного, независимого молодого человека, способного самостоятельно принимать решения. Большинство людей вашего возраста нуждаются в постоянном присмотре. — Хорошо. Вам известно, кто я. — Ответил Гренвилл, кипя от злости. Костяшки его пальцев побелели от напряжения. Чтобы игра стала честной, почему бы вам не назвать свое имя? — Вы еще очень молоды, да? Мне очень жаль, Карл. Но, видите ли, мы достигли такого уровня в нашей игре, где понятия честное не существует. — В игре, — прорычал Карл в трубку. Аманда смотрела на его вспышку ярости широко распахнутыми глазами. Ты уничтожил мою карьеру, мой дом, всю мою жизнь. — Что это за гребанная игра? — За что ты так поступил со мной? — Почему именно со мной? — Уверяю, мой мальчик, здесь нет ничего личного. — Кто ты? — закричал Карл. — Отвечай, мерзкий ублюдок. — Увы, наш разговор становится несколько удручающим. Вынужден прервать его прямо сейчас. — Я найду тебя, — пообещал Карл. — Я найду тебя, и, клянусь, ты мне за все заплатишь. Но телефон, прижатый к уху, уже замолчал. Кипя от гнева и разочарования, Карл изо всей силы ударил трубку о руль машины. Раз, другой, третий, прежде чем Аманда смогла вытащить мобильник из его сжатого кулака. — Немедленно прекрати, — скомандовала она. — Этот телефон нам еще пригодится. Карл сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Затем взял у Аманды телефон и бережно положил на место. — Я хочу его убить, — произнес он тихо. — Хочу узнать, кто он такой, и убить. — Да, — ответила она также тихо. — Я понимаю. Карл повел машину дальше. Они свернули на восьмидесятую трассу, узкую горную дорогу, которая извивалась среди лесов, мимо монашеских приютов и потаенных убежищ приверженцев культа Нью-Эйдж. Здесь, в горах неподалеку от Ашвила, их было довольно много. Сюда люди приходили, чтобы отыскать ответы на мучащие их вопросы, обрести покой и самих себя. В местечке Пейнт-Гэб пересекались несколько дорог. В сторону приюта Святой Катерины Генуэзской можно было проехать по глинистому простелку. Приют располагался за сбитыми из брусьев воротами в конце длинной крутой частной дороги, которая кружила по лесу и вела через бурный горный поток, прежде чем закончиться у большого бревенчатого дома, который, казалось, рос прямо из горы. Из большой каменной трубы в центре дома велся легкий дымок. Рядом с приютом стояла одна машина, белая селика. Карл притормозил рядом с ней и выключил мотор. Когда молодые люди вылезли из автомобиля, то услышали, как прохладный ветер колышет кроны высоких сосен и перекликаются птицы. Только эти звуки раздавались в тишине, такой всеобъемлющей, что после долгих часов езды по шоссе у них заложило уши. Аманда схватила Карла за руку и крепко жала. Они вместе пошагали к дому. — Чем могу служить, отец Гэри? — вежливо осведомился отец Тадеуш. — Надеюсь, это я смогу служить, — ответил преследователь, смиренно повернувшись на жестком деревянном стуле. Собственно, неудобство причинял не столько стул, сколько облачение, особенно воротник. Он был очень жестким и сковывал движение. Нельзя привлекать к этому внимание, — подумал преследователь. Ведь отец Гэри должен был привыкнуть к подобному одеянию. Он сам его когда-то выбрал. — Пожалуйста, продолжайте, — попросил отец Тадеуш, кивнув. — Священник был мощным, крепко скроенным человеком пятидесяти с лишним лет. Темная от загара кожа задубела от долгих лет тяжелой работы на свежем воздухе. Преследователю его круглое морщинистое лицо коричневого цвета напоминало печеное яблоко. Они находились в его личном кабинете, скудно обставленном грубой мебелью, почти аскетичном. В камине потрескивал небольшой огонь, разгоняя утренний холод. — Мы с отцом Патриком дружим довольно долго, — объяснил преследователь, начав говорить с небольшой оттяжкой, свойственной южанам. — Я как раз гостил у родственников Мэр Фрисборо, штат Арканзас, когда мне позвонил кардинал О'Брайен и сообщил, что Патт сейчас здесь. — Он подумал, мы оба подумали, что перед тем, как вернуться в Балтимор, я могу по пути заехать сюда и посмотреть, как дела у Пата. Может, ему что-нибудь нужно, например, поговорить? — Кардинал очень заботлив, — произнес отец Тадеуш, тихо сложив указательные пальцы уголком и опершись на них подбородком. — И вы тоже. — Как он, отец Тадеуш? Отец Тадеуш помолчал и отхлебнул кофе. Чудесный, крепкий, ароматный напиток. Преследователю безумно хотелось хотя бы чашечку, но он отказался от предложения отца Тадеуша, не желая оставлять отпечатки пальцев или следы слюны. — Хотел бы я знать ответ на ваш вопрос, — проговорил, наконец, отец Тадеуш. В его голосе сквозило сожаление. Могу сообщить только то, что отец Патрик пытается обрести силы. Он настолько поглощен собственными мыслями, что почти не отзывается, когда его зовут. — Иногда я вижу его за компьютером в нашем кабинете, даже не знаю, чем он там занимается. Но большую часть времени он проводит один, гуляя по лесу, или поднимается на скалу Господа нашего. — Скалу Господа нашего, — преследователь подался вперед, — звучит многообещающе. — Здесь сзади есть узкая пешеходная тропа, которая ведет на вершину этой горы, — объяснил отец Тадеуш, — самой высокой на много километров в округе. Там наверху находится каменный утес, скала Господа нашего, с которой открывается великолепный вид во всех направлениях. Это необычайно тихое и уединенное место, идеальное для созерцания и размышления. Много лет назад там построили хижину. — Муж благоразумный, который построил дом свой на камне, — процитировал преследователь, — Евангелие от Матфея. — Совершенно верно, — согласился отец Тадеуш, довольная улыбка прорезала его загорелое лицо. — Она совсем простая и маленькая, места хватает только для койки и стола. Некоторые поднимаются туда для чтения и раздумий, другие, как отец Пат, даже остаются в хижине на ночь. Когда наступает рассвет, солнце там такое теплое и близкое, что, кажется, протяни руку и коснешься ладони создателя. Отец Тадеуш посмотрел на раннее утро за окном кабинета. Думаю, отец Пат сейчас именно там. — А можно его увидеть? — Конечно, если он захочет. Отец Тадеуш поднялся на ноги и подошел и открыл дверь, ведущую в сад. А узнать можно только единственным способом — попытаться проверить самому. — В этой жизни мы только и делаем, что пытаемся, — задумчиво произнес преследователь, вглядываясь через открытую дверь в прохладное сырое утро. И с Божьей помощью иногда добиваемся успеха. Он вновь не мог уснуть. Отец Патрик Дженнингс снова проводил предрассветные часы, яростно перелистывая потрепанные страницы священного писания при мерцающем свете лампады. Зубы его стучали от горной прохлады. На плечи священник накинул снятые с койки одеяло из грубой шерсти. Ответ — истина понимания. Он в отчаянии искал именно это. Больше ему ничего не было нужно. Однако и среди знакомых страниц он не мог найти успокоения. Только общеизвестные затасканные фразы. И еще больше вопросов. Как в книге пророка Иеремии 39-18. Я избавлю тебя, потому что ты на меня возложил упование. Когда же, Господи! Когда воздастся мне за веру мою, или как в первом послании коринфянам, Господь осветит скрытое во мраке. Как, Господи! Молю тебя, покажи мне, как, ибо я блуждаю в темноте. Покажи мне, где искать мудрость. И прошу тебя, Господи, укажи мне путь. Священник был уверен, что виски бы помогло. Оно бы согрело и успокоило его. Воздвигло мягкие уютные преграды перед мрачными коридорами в глубине сознания, где прячется страдание и ужас. Виски принесло бы сон, но одна из причин его пребывания здесь, в монашеском приюте, именно в том, что он хочет избавиться от этого костыля, научиться вновь стоять на собственных ногах, самостоятельно шагнуть навстречу рассвету. Нет, ему нельзя сейчас пить. Необходима ясность мысли. Так много поставлено на карту. Слишком много, чтобы сделать неосторожный шаг. А что, если он его уже сделал? Послал электронное сообщение репортеру из Вашингтона? Если он ошибся в этой паре, Гренвилля и Мэйс, то письмо навлечет на него беду. И тогда совсем не те люди пожалуют сюда, слетятся, как стервятники на гниющую падаль. Но ведь он так тщательно все обдумал, каждую мелочь. Президент Адамсон увидел начало рукописи, подробный отчет о своем запятнанном и ужасном прошлом. Молодого писателя нанимают, чтобы написать секретные политические мемуары. Редактора и других людей из его окружения убивают, а самого автора обвиняют в убийстве. Он ищет помощи у журналистки из Вашингтона, ее дом сжигают, агента ФБР убивают, а эти двое сбегают вместе. Вот и вопрос. Они сбежали потому, что виновны или потому, что нет? Все правильно. Отец Патрик решил, что рассуждал правильно. Молодого человека, который не знал, во что вляпался, наняли те, кто хотел уничтожить президента. Если уж они замахнулись на такого человека, как Адамсон, то Гренвилла раздавят без малейшего сомнения. Адамсон, исповедуясь, сказал, что они ни перед чем не остановятся, и у них достаточно силы, чтобы ничто не смогло их остановить. Все же священник не знал, правильно ли он поступил. Где-то в глубине души под грузом всех подозрений и объяснений таилось то единственное, в чем он был уверен. Свершилось ужасное преступление, и ему, отцу Патрику, нужно что-то делать. Но что? Если бы только знать ответ, — думал священник, сидя в крошечной хижине на скале Господа нашего. Забравшись высоко наверх, он, беззащитный и уязвимый, был совершенно один во мраке и ждал рассвета, дрожа от холода. Положение, сопоставимое с моим нынешним внутренним кризисом, — пришел он к печальному выводу. Во всех направлениях, кроме одного, подстерегает глубокая многометровая пропасть — верная гибель. Только один путь верный — дорога к спасению. Господи, помоги мне выбрать верный путь, помоги мне, пока я не сошел с ума окончательно и бесповоротно. При первых багряных лучах рассвета, когда стали различимы тени камней вокруг, отец Патрик вышел из хижины. Только постоянно двигаясь, он мог скрыться от терзавших его демонов. В начале он держался протоптанной дорожки, которая велась меж выходящих на поверхность пластов горной породы, спускаясь обратно в лес. Но примерно через сто метров священник свернул с тропы в чащу леса. В густой, разросшийся первобытный лес, почти непроходимый. Ветки и вьющиеся стебли цеплялись за одеяние священника, впивались в лицо и руки, оставляя глубокие болезненные царапины. Но он не повернул назад, наоборот, пошел еще быстрее, не обращая внимания на стекающую прямо в глаза кровь. И еще быстрее, пока, наконец, не пустился в сумасшедший голубь с вырывающимся из глотки звериным ревом, продираясь сквозь заросли, словно разъяренный черный медведь. Отец Патрик спотыкался о корни деревьев и камни, падал, подворачивая лодыжки и обдирая кожу с коленей, локтей и ладоней. Он неловко свалился на правое плечо, и вся рука онемела, но священник не останавливался. Никто не смог бы его остановить, но все-таки изнеможение одержало верх, и он рухнул на окровавленные колени, дрожа, всхлипывая и обливаясь потом. И тогда он взмолился, «Господи Всевышний, я исчерпал свои силы, ты учил меня, что никогда не пошлешь мне ношу тяжелее той, что я могу вынести, но я не могу больше, Господи! Я стою на коленях, весь в крови и склонив голову, избавь меня, Боже, от мук, ибо я верю в тебя. Спаси меня, Господи!» Несколько минут отец Патрик, зажмурившись, оставался на коленях, потом встряхнулся и неуверенно встал на ноги, окинув в лес невидящим взглядом. Порядок, приоритеты. Ему это необходимо. Он вернется в маленькую хижину, вытрет лицо, наденет чистую одежду, спустится к завтраку, поест. Отец Патрик еще раз вернулся к этому списку, повторяя каждое слово вслух и собираясь с силами. А затем начал осторожно выбираться, ищащий на тропу. Дойдя до нее, поднялся наверх, к скале Господа нашего. Солнце светило прямо над горой Пизга, такое яркое и теплое. Когда отец Патрик добрался до самой верхней группы камней, оно ослепило его, и только спустя мгновение священник понял, что ни один, другой священник стоял в опасной близости, открая, любуясь видом. — Отец-то да уж прав, — сказал он отцу Патрику благоговейным шепотом. — Можно протянуть руку и почти коснуться ладони Бога. Незнакомец повернулся и одарил отца Патрика улыбкой. Он был совсем юн и необычайно хорош с собой, ясноглазый, с блестящими белыми зубами, безупречной кожей и великолепными темными волосами. Благочестие и доброта, казалось, исходили от его худощавой, но атлетически сложенной фигуры, которую освещал утренний свет. — Доброе утро, отец Патрик. — Кто вы? — прохрепел тот, заикаясь. — Я ответ на ваши молитвы, — мягко произнес молодой священник. Немыслимой крутизны тропа вела наверх. Аманда очень быстро поняла, что не в той форме, чтобы взобраться на гору. Она переволновалась, устала и страдала от недосыпания. К тому же ее организм не успел привыкнуть к разряженному горному воздуху. Она задыхалась. У нее кружилась голова, а к ногам, казалось, привязали гири. Карл шел впереди, тоже тяжело дыша. Но нельзя останавливаться. Нужно идти шаг за шагом, карабкаться ввысь, потому что отца Патрика уже ищут. Об этом сказал отец Тадеуш. Молодой священник поднялся по тропе, ведущей к скале, опережая их всего на несколько минут. — Какой еще молодой священник? Кто он? Что ему нужно? Неужели они опоздали? После стольких дней и ночей, после того, как проехали много миль, скрываясь от полиции, и вдруг опоздали? Нет. Не может быть. Это просто невозможно. Ведь иначе все кончено, и они погибнут. — Карл, я больше не могу, — простонала Аманда, хватая ртом воздух. — Можешь, — с трудом ответил тот, его грудь тяжело вздымалась. — Мы оба можем. Мы должны. Последние десятки метров до вершины горы оказались самыми тяжелыми. Голые камни и почти вертикальный подъем. Аманда карабкалась вверх на четвереньках, и все ее мышцы дрожали от напряжения. Девушке казалось, что сердце вот-вот пробьет грудную клетку и вырвется наружу. Наконец тропа закончилась узкой плоской каменной площадкой, залитой ярким солнечным светом. Оттуда открывался великолепный вид на окрестности. На площадке, подобно орлиному гнезду, пристроилась крохотная хижина. Аманда услышала, как кто-то заговорил. Она почти ничего не слышала из-за того, что кровь стучала у нее в ушах. Кажется, кто-то произнес «Я ответ на ваши молитвы». И тут Карл с Амандой увидели, что перед ними два священника. Они стояли на самом краю скалы. Дальше не было ничего, кроме бездны, ведущей в небытие. Одним из них был отец Патрик. Аманда сразу его узнала, хотя бедняга выглядел так, будто вырвался из пасти тигра. Царапины и ссадины покрывали его тело. Облачение изорвалось в клочья, а взгляд, казалось, остекленел. Но он был жив. Они не опоздали. Другой священник, помоложе, был высок и строен, с темными волнистыми волосами и высоким гладким лбом. Необычайно хорош с собой. Когда он услышал их шаги, то повернулся с улыбкой, ободряющей, ласковой улыбкой, излучающей спокойствие и безмятежность. Похоже, он ждал их. — Мне было интересно, сумеешь ли ты зайти так далеко, Карл? — воскликнул юный священник весело. Его голос звучал нежно и мягко, словно лаская утренний воздух. — Или я могу по-прежнему звать тебя Гренни? Аманда увидела, как Карл внезапно побледнел. Все краски отклынули с его лица. Что происходит? Что-то поразило его, потрясло? Глаза сузились? Дыхание хриплое и отрывистое? Что случилось? Почему у него такой ошеломленный вид, такой уязвленный? — Мне хотелось тебя увидеть, — обратился молодой священник Карлу, и на его губах заиграла дразнящая шаловливая улыбка. В глазах загорелся торжествующий блеск. — Хотелось, чтобы ты увидел меня. Аманда смутилась еще больше, когда юноша повернулся и сказал. — Отец Патрик, разрешите представить вас Карлу Гренвиллу? Думаю, вы о нем наслышаны. Откуда он знает про то, что они связаны с отцом Патриком? Кто этот священник? Отец Патрик по-прежнему со стекленевшим взглядом повернулся к Карлу и, запинаясь, сказал. — Я так рад, что вы пришли. Вы не представляете, как рад, ведь я даже не знал, передали ли мое сообщение. Однако Карл ничего не ответил и даже не посмотрел в сторону отца Патрика. Его взгляд был прикован к другому священнику. В глазах застыло безграничное замешательство и недоверие. Он никак не мог поверить происходящему. — А ты рад, Карл? — спросил юный священник. — Но откуда он знает Карла? Разве такое возможно? Откуда ему все известно? Что-то такое странное слышится в его голосе. Фамильярность? Нет. Нечто большее. Дружелюбие? Нет, не то. Намек на интимную близость, поняла Аманда. Вот что! Но почему? Почему? Карл потряс головой, словно пытаясь отогнать ночной кошмар. Не может быть. Нет. Нет, это невозможно, — хрипло и отрывисто пробормотал он. Аманду поразило выражение его лица. На нем явственно читался ужас, неподдельный, ничем не прикрытый ужас. Ты мертва, — простонал Карл, не отводя глаз от священника. Я видел твой труп. Ты видел кого-то и подумал, что это я, — сказал священник, — кого-то без лица. Карл, объясни, что происходит, — взмолилась Аманда. Прошу, скажи мне, кто ты, — воскликнул Карл, обращаясь к священнику. — Тот, кто нужно, — торжествующе ответил он. — Могу стать кем угодно. Выражение его лица стало меняться. Из умиротворенного и спокойного оно стало чувственным. Каким-то образом черты смягчились. Поза тоже стала другой. Спина покошачья грациозно изогнулась. Глубокий и звучный голос стал мелодичным и соблазнительным. Аманда поняла, что он не просто хорош собой. Во всяком случае, не юношески привлекателен, как она думала раньше. Он был красив. — Не может быть, — выдохнул Карл. — Может, — произнес священник. — Поверь мне, Карл, еще как может. Теперь он повернулся к отцу Патрику, который застыл у края скалы. — Вы считаете, что Бог спасет тех, кто верит? — спросил юноша священника. И когда тот кивнул, продолжил. — Тогда готовьтесь к спасению. Из складок облачения молодой священник вытащил полуавтоматический пистолет, но Карл опередил его. Он прыгнул, и, спустив животный крик, дикий вопль лютого зверя, полный ненависти и ярости. Он кричал всего лишь одно слово, когда бросился на священника, пытаясь дотянуться до пистолета, спасая саму жизнь. Он кричал. — Тони! — Тони! — Тони! Раздел тридцать третий. Аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, округ Колумбия, напоминал сумасшедший дом. На похороны Тома Адамсона слетелись официальные представители со всего мира. Транспорт двигался плотным потоком, бампер к бамперу, автомобильные сигналы гудели, водители такси и лимузинов громко ругались. На входах-выходах у взлетно-посадочных полос и мест выдачи багажа дежурило больше полицейских, чем было продано чашек кофе в кофейне Старбакс. Именно поэтому Карл, Аманда и отец Патрик сидели в машине на краткосрочной парковке через дорогу от терминала компании US Air. А Шаниза, старая, добрая, никем не узнанная Шаниза, мечтающая узнать всю историю до конца, ждала у выхода номер девять, чтобы встретить очень особенного пассажира, летевшего в этот город. Люди в машине молчали, слова им были не нужны. Они втроем проговорили много часов напролет, сидя вместе с отцом Тадеушем за столом из грубо обтесанного камня в монашеском приюте. Карл начал первым, рассказав историю с самого начала, не опустив ни одной мелочи, включая бессмысленные и непонятные. Не забыл упомянуть и о фактах, которые они с Амандой никак не могли связать, или тех, что представлялись совершенно неправдоподобными. Отцу Патрику было известно об этих связях, и когда он начал говорить, Карл с Амандой поняли, что им придется поверить. Перекрестившись и взывая о прощении, священник рассказал об исповеди, которую выслушал в Вашингтоне. Он объяснил, что президент Адамсон и раньше обращался к нему с просьбой исповедовать его, но всегда предупреждал заранее и приходил с охраной. В этот раз его утренний визит оказался полной неожиданностью. Президента сопровождал только один человек. Священник подумал, что он из секретной службы. Во всяком случае, было очень похоже. Когда отец Патрик весьма живо описал телохранителя, Карл и Аманда узнали в нем Гарри Вагнера. Это он отвез президента на последнюю исповедь. Гарри Вагнер знал, что Том Адамсон все рассказал. Отец Патрик говорил очень подробно, пересказывая историю, которую ему поведал президент Адамсон. Она почти слово в слово повторяла то, что так хорошо знал Карл. Историю Гедеона. Историю о том, как его убил одиннадцатилетний Том Адамсон. Только тогда Карл понял, как его использовали. Президент рассказал священнику о незаконченной книге, которую доставили в Белый дом. О книге Карла. Ее передали жене президента, которая показала рукопись мужу. Изложенная в ней правда представляла большую угрозу будущему читы Адамса. Но президент испытал еще больший шок, узнав о самом существовании рукописи. Ведь, насколько он знал, единственными людьми, знавшими о младенце Гедеоне, были его мать и жена. Его мать пережила это. Жене рассказал он сам. Накануне свадьбы он, рыдая, упал в объятия Элизабет и признался в совершенном преступлении. Адамсон не мог допустить, чтобы юная женщина, которую он так искренне любил, вступила в пожизненный союз, не подозревая, что творится с его душой. Он рассказал ей со всеми леденящими душу подробностями о том, как убил единственного брата. Она уже знала о его далеко идущих амбициях, а многие разделяла, и поэтому только обняла Тома, давая ему выплакаться, укачивая его в своих объятиях. Теперь это не только твоя тайна, — сказала она, — а наша, и она сделает нас сильнее. Мы будем хранить ее до самой смерти. Она станет нашим прошлым и свяжет нас в будущем. Никто ничего не узнает. Никогда. После этого разговора они редко возвращались к своей тайне, — признался президент отцу Патрику. Всего лишь дважды. Впервые, когда он узнал, что его мать ведет дневник, она постарела, стала неосторожной и случайно проговорилась об этом в беседе. Адамсон испугался. Отдаленные воспоминания об этом ужасном преступлении ворвались в его мозг со скоростью и мощью грузового состава. В ту ночь первый раз за всю жизнь Адамсон проснулся от собственного крика. И снова Элизабет обнимала и утешала его. Она сказала, что поговорит с его матерью, заставит ее уничтожить дневник или спрятать в надежное место. Сказала, что защитит его, как всегда. Хотя в ту ночь Адамсону удалось снова заснуть. Больше никогда его сон не был спокойным и безмятежным. Второй раз они вернулись к тайне, когда рукопись Карла принесли в Белый дом. По словам отца Патрика, тогда душевная равновесие потеряла Элизабет. Она не могла объяснить, каким образом появилась эта книга. Должно быть, кто-то добрался до дневника. Но кто? Они обсудили все возможности. Уолтера Чалморса, кандидатов в президенты от республиканцев, других политических противников из правого религиозного крыла, шакалов из средств массовой информации. Не забыли даже Джерри Бигфорда. Может, президент Адамсон нечаянно раскрыл вице-президенту свою ужасную тайну во время дружеской ночной попойки. А Бигфорд опустился до шантажа, желая осуществить мечту всей своей жизни о президентском кресле. Кем бы ни был этот человек, они в его руках. И не просто в руках, поняли супруги, а в кулаке, который в любой момент может сжаться и раздавить обоих. Нельзя допустить, чтоб об этой тайне узнали, ведь тогда будет уничтожено не только будущее Тома Адамсона, но и его прошлое. Даже если в суде ничего не докажут, он навсегда станет изгоем. Все, чего удалось добиться, исчезнет. Его не только отстранят от власти, но и вышвырнут из общества. Он сделается прокаженным, присоединившись к списку политиков, скомпрометировавших себя, а может даже превзойдет их всех, Бенедикта Арнольда, Аарона Берра и Ричарда Никсона. Бенедикт Арнольд, годы жизни 1741-1801. Во время войны за независимость был генералом в армии Вашингтона, но перешел на сторону англичан. Став командующим американским фортом в Вестпойнте, решил отдать его в руки британской армии. Предательство раскрыли, Арнольд бежал в Англию и продолжил военную карьеру, но англичане относились к нему с большим презрением. Имя генерала стало символом предательства. Аарон Берр, годы жизни 1756-1836. Политический деятель, вице-президент США при первом президентстве Томаса Джефферсона 1801-1805 годы. В 1804 году убил на дуэли Александра Гамильтона, министра финансов, после чего его карьера закончилась. Позднее был замешан в нелепом заговоре с целью отрезать западные штаты и территории от США. Берр предстал перед судом по обвинению в предательстве, но был оправдан. Ричард Никсон, годы жизни 1913-1994, 37-й президент США, 1969-1974 годы, от республиканской партии, подал в отставку в связи с угрозой импичмента по Уотергейтскому делу. Поначалу президент Адамсон решил поддаться шантажу, уйти в отставку, сохранив свою репутацию и политическое наследие. «Подай в отставку», сказала Элизабет, «пусть выиграют эти ублюдки». А почему бы и нет? Все прошло бы тихо, спокойно и безопасно. Но у Тома Адамсона была натура бойца. Прирожденный политик, он не мог просто уползти в сторону. Вместо этого президент напряг все силы, отчаянно ломая голову в поисках ответа. Любого. Но только не того, который как президент начал постепенно понимать, оказался единственно верным. И в этот раз от него было не уйти. Адамсон не мог просто сбежать от него, как сбежал от своего детства. Президенту пришлось признать правду, и, стоя на коленях в тесной исповедании собора святого Стефана, он рассказал отцу Патрику о тех выводах, которые сделал. Он сообщил потрясенному священнику все, кто выносил идею о рукописи Гедеон, разработал все детали и привел план в исполнение, а сейчас готовится стать самым могущественным политиком в мире. Здесь не обошлось без сообщника, сказал Том Адамсон. Иначе бы ничего не вышло. без влиятельного партнера, одного из небольшой горстки очень могущественных людей. Полагаю, я знаю, кто это. Даже когда все это началось. И если я прав, спаси вас Бог, Святой Отец. Они узнают, что я разговаривал с вами, и захотят вас убрать, вы должны исчезнуть. Я тоже скоро исчезну. И как только меня не станет, вы получите доказательство, что я говорю правду, ясное и неопровержимое, как черным по белому. Никто из них не мог понять, что это значит. До тех пор, пока Аманда не вышла из-за стола и не включила компьютер отца Тадеуша, чтобы просмотреть заголовки на новостных сайтах в поисках ответов на свои вопросы, когда она начала читать, ее глаза широко распахнулись. — Карл! — воскликнула она. Тот бросился к ней и начал читать из-за ее плеча. Все сразу стало на свои места. Они узнали, кто этот могущественный сообщник, кто придумал всю схему шантажа, кто довел президента до самоубийства, кто пытался убить их. Они узнали, кто был тем таинственным источником внутри Белого дома, о котором упоминала Мэгги Петерсон, как теперь казалось Карлу много лет назад в другой жизни. — Ясное и непровержимое доказательство, — сказал президент Адамсон отцу Патрику, как черным по белому. Так оно и вышло.